Доброе утро, глубоко уважаемые президиумы, доброе утро, уважаемые коллеги. Фёдор Владимирович сказал о том, что актуальность проблемы это не менее значимо, поскольку действительно колоректальный рак на сегодняшний день устойчиво и упорно занимает третье и четвертое место в структуре онкологической заболеваемости и смертности как среди женщин, так и среди мужчин. Ну и поскольку нам сегодня с вами нужно голосовать, мне бы хотелось узнать мнение аудитории, какой вариант лечения вы предложите для больного метастатическим колоректальным раком с диким типом гена РАС в качестве первой линии терапии. Ну, поскольку первый вопрос предполагает только... Вы уверены, что все проголосовали? Давайте мы... Я вас предупреждение, что прервала, просто не все проголосовали. Давайте все проголосуем, пожалуйста. Мы голосовали, чем больше количества, чем два человека. Возьмите, пожалуйста, ваш девайс. То есть мы говорим о первой линии? Мы говорим о первой линии больного с диким типом гена РАС. Из предложенных вариантов все правильно? Да. Ну, если у вас есть свой вариант... Не-не-нет, я просто... Спасибо большое. Ну, вот, действительно, первый вопрос – это включительный в лекцию был. Ну, по ходу лекции мы посмотрим, какое мнение сложится к завершению моего сообщения. Перейдем к докладу. И на сегодняшний день, благодаря развитию клинической фармакологии и применению мультидисциплинарного подхода в лечении больных колоректальным раком, алгоритмы лечения этой патологии существенно изменились. И вот мне очень симпатична вот эта классификация пациентов, которую предложил Иван Гудсен. В зависимости от того, какую цель ставим мы при лечении онкологического больного, диссиминированной формой колоректального рака, больные подразделяются на четыре группы. Первые две группы – это больные, которые имеют ограниченное количество метастазов, это олигометастазы, это больные, которые либо резектабельны, либо потенциально резектабельны. Конечно, это пациенты должны получать наиболее интенсивные режимы химиотерапии с добавлением таргетных препаратов с целью выполнения последующей оптимальной цитередуктивной операции. И две последующие группы – это пациенты, которые имеют уже достаточно распространенный процесс, ситуация, когда есть полисегментарное поражение печени, полисегментарное поражение легких. И в этой ситуации речь идет только уже о системной лекарственной терапии. Но вот в случае бессимптомного лечения, бессимптомного течения, лечение больных может быть ограничено монотерапией, достаточно может быть назначения только в торпе и мединов. То есть эта классификация говорит о том, что не все пациенты нуждаются в проведении достаточно высокоинтенсивных режимов химиотерапии. Колоректальный рак – это достаточная гетерогенная группа заболеваний, которые объединяют в себе заболевания, отличающиеся механизмами канцерогенеза, и, следовательно, это молекулярно-генетические различия, это различия в прогнозе заболевания и, соответственно, в лечебной тактике. И существует целая группа различных и независимых друг от друга параметров, которые мы должны учитывать при выборе лечебной тактики. Конечно же, это характеристики пациента, это возраст, это сопутствующая патология, общее состояние, характер предшествующей терапии. Это характеристики опухоли, резиктабельность, распространенность, и абсолютно новым для нас стало учет локализации опухоли. Это молекулярные характеристики с учетом состояния гена РАЗ, БЕРАФ, микроцельдной нестабильности и гена ХЕР-2. Ну и, конечно, в ряде случаев мы обращаем внимание на мнение пациентов, предпочтение менее токсичного режима химиотерапии для того, чтобы сохранить качество жизни. На сегодняшний день колоректальный рак подразделяется на проксимальный или правосторонний, и дистальный или левосторонний. Почему это происходит? Вообще, проксимальный рак составляет примерно 25-30% всех случаев колоректального рака. Чаще встречается у женщин, это достаточно агрессивные формы опухоли, которые характеризуются более худшим прогнозом, особенно в старшей возрастной группе. Почему это связано? Это связано как раз с особенностями молекулярно-генетической особенности этой опухоли. Дело в том, что здесь гораздо чаще мы видим мутации в гении РАЗ, и гораздо чаще мы здесь видим мутации в гении БЕРАФ. Что же мы имеем в своем арсенале на сегодняшний день? Ну, больше, наверное, 15 лет список активных цитостатиков в отношении колоректального рака, он не пополнялся. И на сегодняшний день у нас три активных препарата. Это препараты группы второперимединового ряда, это вторроцилкапицитабин, это иринотыкан и оксалиплатин. И, по сути дела, лечение больного колоректальным раком, оно заключается в комбинациях либо второперимедины и оксалиплатина, либо второперимедины и иринотыкан, либо монотерапия второперимединами. И для того, чтобы нам достичь максимально длительной продолжительности жизни, пациент за весь курс лечения должен получить все эти препараты. Причем абсолютно не имеет значения, в какой последовательности мы будем назначать эти препараты, и абсолютно не имеет никакого значения, за сколько линий химиотерапии больной получит все эти цитостатики. Но за последние 10 лет очень активно развивается таргетная терапия, и в отношении колоректального рака мы на сегодняшний день имеем еще такие препараты, как бевоцизумаб, афлиберцепт, цитоксимаб, панитумумаб, риграфениб, на подходе у нас и рамоцирумаб, ну и тасту, это цитостатик, но это, по сути, тот же самый второперимедин. И вот если основываться на постулаты доказателей медицины, то на сегодняшний день все сложнее и сложнее выбрать, какая же терапия в первой линии будет для пациента наиболее эффективной. Ну, как я уже сказала, что два самых таких активных режима это фолкфокс и фолкфири, но если суммировать все данные, которые у нас есть, то мы знаем о том, что эти режимы химиотерапии абсолютно идентичны, как с точки зрения частоты объективного ответа, так и с точки зрения влияния на показатели безрецидивной и общей выживаемости. И все равно, с какого режима вы начнете терапию, ну как-то в Российской Федерации в рутинной практике принято начинать с комбинации оксилеплотина и второперимединов. Но поскольку цитостатики обладают неспецифичным действием, это приводит к тому, что мы не можем предсказать, каков будет эффект терапии, и эти препараты обладают достаточно высокой токсичностью. И вот в последние 10-15 лет очень активно стала развиваться так называемая таргетная терапия. Это терапия, которая направлена на определенные молекулярные мишени. Это могут быть либо какие-то рецепторы в опухолевой клетке, либо сигнальные пути, которые передают непосредственно информацию к клеточному ядру. И вот с точки зрения таргетной терапии наиболее такими перспективными мишенями, конечно же, являются ростовые факторы. К ним относятся эндотелиальные ростовые факторы. Это мишень для таких препаратов, как бевоцезумаб, афлиберцеп и рамуцерумаб. И эпидермальные факторы роста – это мишень для цитоксимаба и панитумумаба. Что же дает нам дополнение таргетных препаратов? Так вот, на сегодняшний день имеется масса уже исследований, в основном это исследования все третьи фазы, в которых было показано, что добавление бевоцезумаба к любому режиму химиотерапии способствует достоверному увеличению показателей общей выживаемости. Причем не имеет значения, при каком режиме мы используем. Будь то болезненное введение второго отсыла, будь то режимы фолфолкс, фолфири, будь то монотерапия второперимегинная. В любом случае мы видим увеличение показателей общей выживаемости. Причем больше всего от этой комбинации выигрывают пациенты, имеющие дикий тип гена РАС и дикий тип гена БИРАВ. Хуже живут пациенты, которые имеют мутированный ген РАС, 25 с половиной месяцев примерно. И наиболее худшие показатели мы видим у пациентов, имеющих мутированный ген БИРАВ, медиана выживаемости, чуть больше месяца. Исследование ТРИП – это исследование третьей фазы, в котором приняло участие 508 больных. В этом исследовании проводилась оценка эффективности комбинации БЕВОЦУЗУМАБа с дуплетом фолфири. И вторая группа – это БЕВОЦУЗУМАБ и триплет фолфиринокс. Конечно же, в результате этого исследования было показано, что пациенты, получающие триплет, то есть наиболее интенсивный режим химиотерапии, они выигрывают в выживаемости 29,8 месяцев против 25,8 месяцев в группе, получающих дуплет. Но, естественно, ценой большей эффективности была цена большей токсичности. А вот когда был выполнен поданализ по молекулярным подтипам опухоли и было оценено состояние гена РАС и БИРАВ, было показано, что именно пациенты с геном БИРАВ, мутированным геном БИРАВ, они живут, они имеют наихудшие прогнозы, их ожидаемо продолжительной жизни чуть больше месяца, чуть больше одного года. Лучше живут пациенты, которые имеют мутированный ген РАС, это голубая кривая, как РАС, и выигрывают от этой комбинации пациенты, которые не имеют мутации в этих генах. Это говорит только о том, что когда мы начинаем лечить больного метастатическим колоректальным раком, мы должны не только исследовать микросателитную нестабильность, но и обязательно тестировать больных на наличие мутации в этих генах. Прямое непосредственное сравнение бивоцезумаба и цитоксимаба в качестве первой линии терапии больных метастатическим колоректальным раком, но здесь я решила привести в качестве примера два исследования. Первое исследование FIRE-3, это европейское исследование, 592 больных метастатическим колоректальным раком. И второе исследование, это исследование COLGB80405, это американское исследование с очень большим набором, 1137 больных. И в одном, и в другом исследовании дозирование таргетных препаратов проводилось абсолютно стандартно. В первом исследовании в качестве лечебной группы был выбран режим только FOLFIR, а во втором исследовании использовался и FOLFOX, и FOLFIR. Главной целью первого исследования была оценка частоты объективного ответа, а во втором исследовании оценка показателей выживаемости. Что же мы получили в результате этого исследования? Исследование FIRE-3 показало, что пациенты, получающие в качестве первой линии терапии, и дополнительно к химиотерапии цитуксимаб, жили достоверно дольше, чем больные, которые получили в первой линии бевоцизумаб, 28,7 против 25 месяцев. И поэтому был сделан вывод о том, что в первой линии, конечно же, рекомендован цитуксимаб. Если мы посмотрим на график, то видим, что расхождение кривых достаточно позднее, то есть увеличение выживаемости и нарастание разницы находится уже далеко за пределами этого исследования. То есть каким-то образом эффективность первой линии переносилась на последующие линии. Как это происходит, неизвестно, но это говорит только о том, что начиная лечение больного, надо использовать максимально эффективные режимы. А когда был выполнен поданализ и было выполнено тестирование не только гена КИРАС, но и другие локуса именно, НРАС был исследован, то было показано, что преимущество цитуксимаба стало еще более очевидным. 33 против 25,5 месяцев. То есть прирост в медиане выживаемости составил 7,5 месяцев. Это только на первой линии терапии колоссальные цифры. И именно в этом исследовании впервые обратили внимание на влияние используемого таргетного препарата на эффективность в зависимости от локализации первичной опухоли в кишке. И было показано, что больные, которые получали фулфирий и цитуксимаб при левосторонней локализации, жили гораздо дольше, чем больные этой же группой, но при правосторонней локализации. И наоборот, больные, которые получали фулфирий и бивоцезумаб, у них, в принципе, достоверной разницы в показателях выживаемости не было отмечено. Но когда получили результаты американского исследования КОЛДЖИБИ-80405, то это, конечно, внесло абсолютную путаницу и сумятицу, потому что в этом исследовании американские исследователи показали, что абсолютно никакой разницы в том, что мы используем цитуксимаб или бивоцезумаб в первой линии, нет. Абсолютно идентичные показатели и без рецидивной выживаемости 11.3, 11.4, и общей выживаемости 31.2 и 32 месяца. Есть небольшое расхождение в кривой общей выживаемости, но оно абсолютно статистически недостоверно. И вот если суммировать все эти данные, то европейские исследования, они говорят о том, что цитуксимаб в первой линии эффективнее. Американское исследование, оно говорит о том, что они абсолютно идентичны. И вот когда были получены действительно эти результаты, много было споров, обсуждений, почему это происходит, ну, достоверного такого объяснения нет, почему эти исследования получили разные результаты. Возможно, это связано с какими-то погрешностями в исследовании, молекулярно-генетическом исследовании генораз, ну, трудно об этом судить. Но что было показано впервые, было первым открытием, это влияние таргетной терапии на показатели выживаемости в зависимости от локализации первичной опухоли в кишке. Мы знаем о том, что левосторонние опухоли, они более чувствительны к цитуксимабу, чем правосторонняя локализация. И вот как раз вот это американское исследование, оно попыталось выяснить целый ряд прогностических факторов, которые могут нас нацелить именно на выбор правильной терапии больных, именно таргетной терапии в качестве первой линии. Ну, и чуть поподробнее остановимся на нем. Это, как я уже сказала, рандомизированное исследование третьей фазы с большим набором 1137 пациентов, которые имели либо метастатический, либо неоперабельный местно распространенный колоректальный рак и получали в качестве первой линии химиотерапии либо фолфокс, либо фолфири, но либо с бевоцезумабом, либо с цитуксимабом. Главной целью была оценка показателей общей выживаемости. И что же было показано? Было показано, что медиана и безрецидивной, и общей выживаемости абсолютно идентична, и абсолютно нет никакой разницы в назначении того или другого препарата. Но мы с вами прекрасно знаем о том, что левосторонние опухоли, они являются более благоприятными с точки зрения прогноза. И что же попытались выяснить ученые, когда получили эти результаты? Было показано, что вообще кишка представляет собой достаточно гетерогенный орган, потому что различие правосторонней и левосторонней опухоли, оно закладывается еще эмбрионально. Эмбриогенез отличается. Проксимальный отдел кишки развивается из средней трубки, дистальный отдел кишки развивается из задней трубки, именно из задней кишечной трубки. Именно от этого идут и те молекулярно-генетические различия, которые мы имеем. Правосторонние опухоли, они чаще экспрессируют, мутируют ген БИРАФ и ген РАС, и поэтому имеют более худший прогноз, чем левосторонние опухоли. То, что правосторонние и левосторонние опухоли протекают по-разному, об этом мы уже думали давно. Исследование одно из них, 169-66, еще наше отделение в нем принимало участие. Мы совместно с Владимиром Михайловичем Моисеенко принимали участие в этом протоколе. И тогда было показано, что больные с правосторонней опухолью, они живут примерно в полтора раза меньше, чем больные с левосторонней опухолью. Так вот, в этом исследовании было показано, что общая выживаемость в общей подгруппе больных, больные, которые имеют левостороннюю локализацию, живут практически в два раза дольше, чем больные с правосторонней опухолью. 33,5 против 19,5 месяцев. А когда посмотрели по лечебным группам, то было показано, что добавление бивоцезумаба увеличивает продолжительность жизни левосторонней опухоли. И правосторонние опухоли живут тоже меньше с добавлением бивоцезумаба. А вот в группе с цитуксимабом эта разница колоссальная. 36 месяцев живут левосторонние опухоли. А при добавлении бивоцезумаба к локализации опухоли в правом отделе кишки выживаемость колоссально низкая – 16,7 месяца. И если мы посмотрим, суммируем все вот эти данные, то все они говорят о том, что добавление анти-ГФР препаратов при локализации опухоли в правых отделах кишки абсолютно не влияет ни на безрецидивную, ни на общую выживаемость. Когда было доложено НАСКО в 2016 году, вот это оригинальное исследование, оно показало, еще раз обращаю внимание, разницу в прибавке фактически 14 месяцев, левосторонние 33,5 и правосторонние 19,5. И когда были построены графики общей выживаемости больных в зависимости от того режима химиотерапии, который мы использовали, то мы видим, что хуже всего живут больные с правосторонней опухолью, которые получали цитуксимаб. Несколько лучше жили больные, которые получали бивоцезумаб. И лучше всего живут больные, имеющие опухоль, локализующиеся в левых отделах, то есть в дистальных отделах кишки, и выигрывают именно от назначения цитуксимаба. Конечно же, когда проводился анализ, попытались выяснить, может быть, есть какие-то другие факторы, которые влияют на показатели выживаемости. Например, опухолевая нагрузка, то есть степень распространения опухолевого процесса, локализация метастазов, количество метастазов. Но при этом было показано, что только локализация опухоли в кишке является прогностическим фактором, независимо от других молекулярных признаков. Как живут больные с наличием мутации в генебираф? Конечно, наличие мутации в генебираф однозначно предсказывает плохой прогноз. И если мы посмотрим, то мы видим, что независимо от того, какой бы препарат мы ни добавляли, цитуксимаб или бивоцезумаб, это не влияет на показатели выживаемости. То есть они все равно чуть-чуть превышают одногодичную выживаемость. А то, что касается микросателитной нестабильности, то здесь наоборот. Наличие микросателитной нестабильности не определяет прогноз заболевания, но определяет чувствительность таргетной терапии, то есть является предиктором. И здесь мы четко видим, что больные, которые получали цитуксимаб, они жили около года. А больные, которые получали бивоцезумаб, они жили практически в три раза дольше. Это говорит о том, что больные колоректальным раком с наличием микросателитной нестабильности не должны получать в качестве терапии цитуксимаб. Таким образом, больные колоректальным раком, метастатическая форма. Если взять вкупе всех пациентов, то чувствительность к таргетным препаратам абсолютно идентична с точки зрения показателей безрецидивной общей выживаемости. Но необходимо учитывать, конечно же, локализацию опухоли первичного очага в кишке. При этом левосторонняя локализация достоверно ассоциирована с лучшими показателями общей выживаемости, независимо от других биологических маркеров. Показатели выживаемости при левосторонней локализации примерно 33,5 против 19,5 при локализации опухоли в правых отделах кишки. Бирафстатус – это прямой прогностический маркер и не является предиктором ответа на таргетные препараты. В то время как микросателитная нестабильность – это не прогностический маркер, но является предиктором для выбора таргетной терапии. В какой бы линии мы не добавляли таргетные препараты, первая, вторая, третья, последующие линии, всегда мы видим прибавку в показателях общей выживаемости. И, конечно же, успехи лекарственной терапии в отношении колоректального рака начались с создания эффективных цитостатиков и продолжаются в настоящее время благодаря применению таргетной терапии. Наши пациенты стали жить практически в 1,5-2 раза дольше. Клинический пример – пациент 43 лет, диссиминированная форма колоректального рака, рак сегмовидной кишки, массивное поражение печени, наличие дикого типа гена РАС в качестве лечебной терапии, в качестве второй линии он получал режим фолфири с цитоксимабом. Мы видим, какой колоссальный регресс был получен. И затем после 9 циклов поддерживающий терапию цитоксимабом. На самом деле, вот то многообразие факторов, которые сегодня надо учитывать, и то многообразие вариантов, которые мы можем применить для пациента, напоминает, наверное, схему токийского метро. Но, наверное, в этом преимущество и роль клинициста, чтобы определить, какой препарат, какому пациенту и в какой период нужно назначить. Ну и заключительный вопрос к аудитории. Правосторонняя локализация опухоли в кишке. Дикий тип гена РАС, имеется в виду, и КИРАС, и НРАС. Выбор схемы терапии в качестве первой линии. Все-таки кто-то хочет предложить цитоксимаб, я смотрю, да? Мне такую красивую картинку показали. Да. Ну там был рак сигмовидной кишки. Да, здесь речь идет о правосторонней. Да, ну еще раз напомню о том, что добавление цитоксимаба абсолютно не влияет на показатели выживаемости больных в случае локализации опухоли в правых отделах кишки. Поэтому для этих пациентов абсолютно нецелесообразно добавлять цитоксимаб. Благодарю за внимание всех. Александр Михайлович, спасибо большое. Но мне хотелось сказать, поддержать точнее то, с чего начался доклад Гульфи Митхар. Действительно большое количество препаратов существует для кларектального рака. Многие из них очень-очень эффективны. И, собственно, проблема, с которой мы сталкиваемся, и здесь я призываю коллег, конечно, помнить всегда о том, что выживаемость пациентов колоректальным раком, она не зависит от... Ну, она зависит, но в меньшей степени зависит от наличия или отсутствия дорогостоящих препаратов, а в большей степени зависит от тактики. То есть, конечно, начиная лечение пациента с метастатическим колоректальным раком, большинство из которых не будут вылечены, большинство будут погибнуть от колоректального рака. Нужно понимать, что какое бы лечение вы ни начали, с высокой вероятностью у пациента будет прогрессирование заболеваний, и нужно будет думать о том, что для данного пациента делать дальше. И в связи с этим, конечно, анти-GFR-терапия, в частности, для левосторонних опухолей с диким типом КРАС, НРАС, в общем, это та опция, которую бросать, конечно, исключать для этих пациентов, мне кажется, не стоит, нужно всегда о ней помнить, несмотря на ту токсичность, которую она приводит. И мне здесь хотелось задать вопрос, коллеги, а кому посчастливилось жить и работать с активными хирургами в своем учреждении, которые с удовольствием оперируют пациентов колоректальным раком? Конечно, это важнейшее. Нужно максимально на каждом этапе лечения пациентов колоректальным раком всегда рассматривать возможность хирургического лечения, конечно, в идеале это должно быть проводиться в рамках мультидисциплинарных команд. И в связи с этим у меня вопрос. Вот, Гульфейм, у вас пациент в первой линии, независимо от статуса КРАС или НРАС, он получил первую, оптимальную, с вашей точки зрения, вариант лечения, предположим, у него либо хороший эффект, либо полный регресс, и у него прогрессирование. Прогрессирование в виде одного или двух очагов, не побоюсь этого слова, в легком. Предположим, он наблюдается в институте онкологии. Да, то есть мы знаем, что здесь активно... Есть такой случай, вот как раз, да. Вопрос заключается в том, вот как тактически бы вы в этой ситуации поступили. Вы бы прооперировали этого пациента, или вы все-таки достигли контроля за заболеванием с помощью химиотерапии? Есть как раз такой случай. Мы на этой неделе обсуждали пациента, который у нас в качестве первой линии терапии. У него первичная опухоль прямой кишки с поражением легких. Он получил у нас химиотерапию «Фолфокс Бевоцизумаб» 6 циклов. И лечение мы завершили год назад, год длительности эффекта. В настоящее время у него растут два очага в легком. Размер их до сантиметра, 8-9 миллиметров. И вот как-то вот при таких минимальных... Но тем не менее, тенденция к росту есть. Завершали мы 2 миллиметра, потом 4, сейчас 6, 8. Тенденция к росту есть, но как-то не лежит рука для того, чтобы назначить ему вторую линию химиотерапии. И вот мы его отправили как раз на метастасоктомию из легком. И действительно, вот это так, потому что когда я воспитывался на 5-м отделении, мы всегда, конечно, хирургический метод применяли тогда, когда у нас есть системный контроль заболевания. Но с тех давних пор уже много чего изменилось, и те хирургические... Эффективность хирургических тактик и хирургических приёмов настолько сильно возросла, что сейчас, конечно, уже выживаемость пациентов всё равно высока, даже при использовании хирургического лечения, которое само по себе травмирующее и опасно для жизни. И второй вопрос. Скажите, друзья, у кого была возможность для пациента колоректальным раком с диким типом и, предположим, левым флангом использовать, я имею в виду, не одновременно, а последовательно, в той или иной последовательности, и анти-ДЖФР-терапии, и антиангиогенной терапии. Вот поднимите руки. Сколько? Не так и много. Да. Ну, не знаю, насколько так вообще по статистике, но такая цифра мне попалась, что у нас в России только 20% пациентов получают таргетный препарат. Конечно, это очень маленькое количество больных, но это, наверное, наш, не знаю, удел. Почему наши больные получают мало таргетных препаратов? Ну, все-таки, все-таки, несмотря на значимость таргетных препаратов, несмотря на то, что они становятся более и более доступными в связи с тем, что появляются на территории России, все-таки основу лечения пациентов колоректальным раком до настоящего момента составляет без сомнения цитотоксическая терапия. Мы знаем три наиболее активных препарата. Это вторпирамидины в том или ином виде, оксалиплотины и рентеканны. И эти препараты, они должны быть либо все вместе, когда мы говорим про пациента, сбирав мутации, использованные в самом начале, потому что высока вероятность того, что при прогрессировании пациент уже не сможет получить химиотерапию из-за ухудшения самочувствия, либо последовательно, когда мы говорим про пациентов, получается, третьей группы по предыдущей классификации ЭСМА, у которых есть неоперабельные и нерезиктабельные однозначные метастазы и нет симптомов, и нам просто нужно достичь длительного, максимального по длительности контроля за заболеванием с учетом наименьшей токсичности. У меня тут возник еще вопрос. Вы как раз стали говорить про бравмутацию. Давайте разберем тот оптимальный вариант. Нам приходит пациент к метастатическим ракам молочной железы. У нас есть биопсийный материал. Колоректального рака. Колоректальный рак. И на какие маркеры? Я беру идеальную ситуацию. Мы должны отправить в нашу... Что мы написать? Это что мы должны тикнуть для молекулярно-генетической лаборатории? Все локусы гена РАС это КИРАС и НРАС это обязательно БИРАФ это микросателлитная нестабильность и ХЕР-2. ХЕР-2, да? Давайте вопрос зададим аудитории. Поднимите руки. А кто проводит тестирование до начала первой линии терапии? Всем пациентам? Тоже не все. Не все. Это делаем не все. Давайте второй вопрос. А те, кто не проводят безо всякого а те, кто не проводят это чем связано? Отсутствием лаборатории, которая может определить данные маркеры у нас сколько знаешь что у нас даже по-моему работает с русской возможности. Да, у нас есть возможность определения. С чем может кто-то прокомментирует с чем связано сложности в отсутствии определения пациента больным колоректальным метастатическим раком определения молекулярно-генетических мишеней? С чем это связано? Как вы думаете Федор Владимирович? А у меня есть объяснение. Давайте. Я услышал его на самом деле в одном из регионов. Ну поскольку я услышал его один раз я не знаю насколько это распространено не знаю насколько это является причиной для других коллег не отправлять материал но там речь шла о том что как вы знаете даже если мы отправляем на бесплатное тестирование а исследование гена Кейрас оно довольно дорогое при финансовом ну поэтому стараемся конечно помочь пациентам и делать этот анализ в рамках программы канцер-женом ему присылается уникальный номер ну и в рамках этого номера как будто бы анализ спонсируется той или иной компанией так вот ну в зависимости того какой компании ты получил тот номер для того чтобы провести вот это бесплатное для пациента тестирование гена Кейрас соответственно в случае например получения негативного ответа то есть что у пациента нету вот от Кейрас или НРАС соответственно начинаются ну немножко гравируя преследование врача с предложениями ему инициировать в том или ином виде начало у пациента дорогостоящей терапии а здесь к сожалению ну мы все находимся в равных условиях да эта терапия она доступна не всем пациентам как вы как мы сказали поэтому вот такая вот проблема как с ней быть не знаю хорошо у меня немножко другое есть ну другая поправка вот очень часто мы все консультируем больных которые приезжают к нам из регионов есть пациенты которые говорят нам о том придя на осмотр говорят нам о том что назначить мне лечение вот здесь и сейчас у меня через 3 часа самолет мне срочно надо уезжать но самое простое что в этой ситуации без молекулярно-генетического тестирования мы можем порекомендовать химиотерапию с антиангиогенными препаратами назначить биоцезумаб это самое такое простое и уже по ходу там ориентировать на дополнительное тестирование совершенно согласна с вами Гульфия Митхатов но я в таких ситуациях говорю все самое страшное уже случилось а мы должны сейчас разработать план действий на первую вторую третью линии у меня вот еще вопрос сейчас конечно тестирование на ПДЛ тестирование у нас не налажено в нашей стране тем не менее с веро-онко ну веро-иммунотерапии конечно на мой взгляд наверное тестирование на ПДЛ статус наверное тоже актуально у меня вот вопрос мы как раз сейчас сидели с Федором Владимировичем мы знаем что да у нас в России пока микросателитная нестабильность не является показанием для назначения препарализумабок хотя во всем мире это основание для назначения терапии независимо при какой локализации данная микросателитная нестабильность обнаружена вот я хотела как раз спросить у Федора Владимировича каков опыт и вообще какая частота микросателитной нестабильности при метастатическом колоректальном раке ну хотя бы так примерно И каков опыт ваш и данные литературы, так скажем? Ну, частота, по-моему, в районе высокая. Чаще это встречается при правых флангах. Встречается с разной частотой у пациентов, наоборот, с одной стороны, молодых, и с другой стороны, наоборот, пожилых пациентов. И с точки зрения эффективности, действительно, это уникальная ситуация, когда на основании, это, насколько я знаю, первый вообще маркер. Так и так, правильно, я тоже узнала. Первый маркер, где показания для препарата было зарегистрировано независимо от гистологической формы опухоли. То есть, если есть микроэстеритная нестабильность, препараты эти должны использовать. К сожалению, этот маркер редкий, но при этом, безусловно, даже вот мы в двух или в трёх случаях использовали офф-лэйбл, пациента выражены добыли его покупать, но те эффекты, которые мы видели, это, конечно, впечатляет, потому что опухоль, она… Да, я тоже видела такого пациента, которого вылечили. Да, в той ситуации, что она даже не уменьшается, но она остаётся такая же, как она, но при этом происходит утолщение капсул. Да, как грецкий орех. И вполне, потому что там? Как грецкий орех. Как грецкий орех, да. Да, и у меня сразу ещё вопрос. При каких локализациях не стоит определять микросателлитную нестабильность? При каких гистологических вариантах? Или надо всем пациентам? Ну, я имею в виду, сейчас мы обсуждаем идеальную ситуацию. Ну, здесь просто же вопрос в том, когда они встречаются чаще всего. Я не слышал про микросателлитность приёмка лёгкого. Ну, вот, например, Евгений Наумович говорит, что при опухоли головы и шеи микросателлитную нестабильность не стоит определять. Ну, вот это его... То есть плоскоклеточный гистотип? Да, плоскоклеточный гистотип. Ну, вот я просто хотела, думала, может быть, вы какими-то большими данными обладаете. Всё, спасибо большое. Всё, спасибо. Да-да-да, конечно, конечно. Не быстро, но у нас есть возможность. У нас в третий обед мы можем немножко сдвинуться. Спасибо за интересный доклад. Но один вопрос. Там вы показывали, что есть препарат Афлиберцеп, который сейчас активно продвигается на рынок. Что вы про него скажете? К нему отношение в плане назначений так же, как к Бивоцезумабу или что-то другое? Ну, Афлиберцеп зарегистрирован. Показание назначения. В том случае, если у вас в первой линии вы использовали Бивоцезумаб, вы при прогрессировании можете продолжить терапию Бивоцезумабом, но сменить цитотоксический компонент, фолфокс на фолфир или фолфирин на фолфокс. А можете смело переходить на Афлиберцеп. Ну, он несколько аналогичного действия, но за счет того, что он имеет свои особенности в структуре, он более длительно циркулирует в крови. Поэтому вы можете совершенно смело переходить в качестве второй линии на Афлиберцепт. Ну, вот мне хотелось еще добавить, потому что сказал Гуся Михайлович, это то, что Афлиберцепт, ну, это подгрупповой анализ, но он неожиданно оказался во второй линии существенно более эффективен у пациентов с мутациями БИРАФ. Вот это пока подтверждение. Какое мутация? БИРАФ. 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 То есть, соответственно, это повод для, конечно, дальнейшего изучения этого препарата, конкретно у этой группы пациентов. Небольшой. Да, и у меня сразу еще вопрос, поскольку вот мы обсуждаем достаточно насущную тему, у нас реально в руках две линии, ну, если уж так говорить, по большому счету, ну, так скажем, минимальные. Фолфокс, фолфири, плюс-минус таргетный препарат, но все-таки вы могли бы сейчас вот проговорить, вот у нас два варианта. У нас есть кераз-мутация, у нас кераз-дикий тип. Вот возьмем сейчас кераз-дикий тип, и с учетом тех препаратов, которых вы назначали, и схем фолфокс, и комбинаторных партнерах, с учетом бивоцезумаба, значит, ИДЖФР-ингибиторов, вы говорили, по-моему, про риграфенип, и афлиберцеп, ну, хотя бы просто вот сказать, вот мы планируем, да, вот мы для себя в голове, вот сейчас мы это назначим, потом. Это в условии, если нет резистентности, вот как бы мы разместили порядок назначения. Какая локализация, правосторонняя или левосторонняя? Ну вот, ну, давайте начнем, хорошо, вот левый фланг и правый фланг. Повторная лекция начинается. Нет, 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 не надо лекции, вы просто вот так вот, первая схема такая, вторая схема такая, третья схема. Мы не берем в учет тот цитостатический компонент, мы делаем акцент на таргетные препараты. Хорошо, их не так много компонентов. Да, при, возьмем, начнем с правосторонней локализации. Я сказала о том, что правосторонние опухоли, они нечувствительны к анти-ИГФР препаратам, поскольку цитоксимаб, понятому мап абсолютно не влияет на показатели безрецидивной общей выживаемости. Поэтому для этих больных в качестве таргетной препараты я бы выбрала именно бивоцезумаб. А в том случае, если речь идет о левосторонней локализации, здесь, конечно, цитоксимаб колоссальная эффективность, он практически в два раза увеличивает медианную выживаемость больных, поэтому для левосторонней в качестве первой терапии я бы взяла цитоксимаб. Ну и, соответственно, при прогрессировании процесса, если мы говорим о левосторонней локализации, то мы меняем схему химиотерапии и меняем, не меняем и переходим на бивоцезумаб. Для правосторонней здесь, конечно, наверное, только поменять сам компонент химиотерапии. Ну и когда мы используем уже все известные у нас и цитостатики, и таргетные препараты, речь идет уже о третьей линии, четвертой линии, тогда мы можем говорить уже о регорофениме. То есть это препарат, который, это мультикиназный ингибитор, он используется после применения всех стандартных режимов химиотерапии и всех стандартных и известных препаратов таргетной терапии. Для правого фланга флиберцепт? Да, для правого фланга все антиангиогенные препараты, они абсолютно показаны. Так, а теперь уже с... Можно я буквально два слова скажу? На самом деле, различие в эффективности, то есть отсутствие эффективности анти-GFR препаратов для правого фланга показано только для первой линии. То есть для второй, третьей линии мы не знаем о том, насколько будет эффективно, будет ли разница в эффективности. Поэтому, наверное, в третьей линии мы можем использовать недависимо от фланга. То есть с точки зрения частоты объективного ответа, то добавление этих препаратов, конечно, повышает частоту объективного ответа. Но если мы говорим о показателях выживаемости, то эти препараты не влияют на выживаемость при правосторонней локализации. Так, хорошо. Левый фланг. Левый фланг. Так, точнее, керосмутация присутствует. Ну, если присутствует керосмутация, то у нас здесь вопросов не остаётся. А риграфиниб насколько эффективен для больных с керосмутацией? Не влияет. Наличие керосмутации не влияет на эффективность риграфиниба. То есть для нас сейчас… А, и ещё, в какой ситуации бы вы назначили, ну, тоже скажем, EGFR-ингибиторы в монорежиме? Вот наиболее оптимальное назначение этих препаратов. EGFR-ингибиторы в монорежиме? Да. Могли бы вы назначить? Ну, сразу сходу. Нет, не сразу. Нет, ну, вот прив там, не сразу. Понятно, что у нас есть комбинаторные партнёры. Но тем не менее, в какой бы ситуации вы могли бы назначить? Ну, в том случае, если мы использовали в сочетании с цитостатиками, Фолфокс или Фолфири, кстати, надо сделать оговорку о том, что эти препараты работают только со струйными, со струйными и с пероральными формами фторпирамидинов, они не работают. То есть у нас должен быть либо режим Фолфокс, либо Фолфири. И ни в коем случае цитоксимап и понятумамап нельзя использовать с капицитабином или с болюсным введением фторурацилла. Это тоже нужно знать. Когда бы я назначила, после того, как мы получили режим химиотерапии, например, Фолфири с цитоксимапом, мы достигли максимального эффекта. И далее в поддерживающем режиме мы совершенно спокойно оставляем цитоксимап. И вот у меня ещё вопрос. Когда мы можем вернуться к той же самой схеме? Какой должен быть пройти интервал? Вот если говорить для больных колоректальным раком. Когда мы можем вернуться к той же самой эффективной схеме? Ну, предположим, мы полечили. Можем ли мы вернуться? Предположим, мы пролечили Фолфокс с комбинаторным партнёром. Потом была вторая схема. Можем ли мы вернуться к эффективной первой схеме? Ну, конечно же, мы можем вернуться, если... Не, ну, она там была прогрессировать. Смотрите, вот первая схема, она достаточно длительная, она работала, она эффективна. Но рано или поздно развилась резистентность. Мы переходим на новую схему. Это, наверное, как при любой стандартной другой локализации, при любой солидной опухоли. 10-12 месяцев вы совершенно спокойно можете возвращаться. Вот то, что я слышал в отношении этого, в отношении оксалиплотина. От 6 до 12 месяцев после оксалиплотина можно проводить его реиндукцию, если, естественно, нет периферической нейротоксичности первая. При этом эти 6 и 12 месяцев совершенно не обязательно, что это время до прогрессирования должно быть. За это время пациент мог получить другие препараты, кроме оксалиплотина. И через 6 месяцев вполне разумно и обоснованно возвращение к оксалиплотин. Для меня неожиданно, вот я недавно услышал про исследование, когда пациенты с диким типом РАС получали в первой линии терапию антиангиогенную, белосузумаб. И было проведено сравнение между второй линией терапии при прогрессировании, соответственно, анти-ИГФР-терапия против антиангиогенной терапии. И неожиданно оказалось, что при использовании после антиангиогенной терапии анти-ИГФР-терапия не имеет вообще никакого смысла. Да, есть такие статьи, потому что якобы клетки входят в состояние гипоксии. И если выбирать, то лучше, конечно, анти-ИГФР-препараты назначать в первой линии. А я как раз хотел сказать, что нужно сделать перерыв во второй линии без таргетного препарата и вернуться к анти-ИГФР-терапии. То есть если клетки в состоянии гипоксии, то бессмысленно назначить. То есть в режиме поддержки бивоцузумаб мы тоже должны, мы понимаем, что надо нам давать какой-то отпуск. Правильно я вас поняла? Монотерапия бивоцузумаба в поддерживающем режиме не работает для пациентов с колоректальным раком. Бивоцузумаб не назначается. Поэтому я сейчас проговариваю, что такие варианты случаются, поэтому я сейчас и проговариваю их. Очень часто приезжают с регионов, когда пациенту назначают, например, капицитабин и цитуксимаб. Это вообще бессмысленная комбинация. Вопросы еще будут? Да, пожалуйста. Небольшая ремарка. У нас одна пациентка после фолтфокса с бивоцузумабом в течение пяти лет с метастазами в печени была в стабильном состоянии и в работоспособном. То есть моно-назначение бивоцузумаба в течение пяти лет сдерживало рост метастазов в печени. И еще один вопрос. Сейчас панитумумаб вошел в перечень женов ЛП. К нему отношение такое же, как цитуксимаба в смысле назначений? Ну, на самом деле, да, действительно такое же. Даже в европейском исследовании в одном эффективность панитумумаба оказалась выше, чем эффективность цитуксимаба. Поэтому абсолютно такое же отношение. Самая особенность является в том, что на фоне цитуксимаба может чаще появляться в качестве механизма резистентности мутация в экстрацеллюлярном домене, не помню, как она, 272 или какая-то, она не появляется при панитумумабе. И она не является механизмом резистентности для панитумаба, потому что он в другом связывает. Дольше. Соответственно, можно при резистентности к цитуксимабу попытаться использовать панитумаб, если у вас есть не только два класса препаратов, а у вас есть все препараты. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо огромное. Давайте поблагодарим. Спасибо. 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 Спасибо.